Великим дуэтом Другими их, пожалуй, никто никогда не видел. Представляя эту пару, думаешь, небожители, миллионеры. Баден-Баден, Роллс-Ройс, Монте-Карло, Фуагра, зелёный салат, икра жёлтой рыбы. А тут рыжевка Мономур. Из Костромской глуши эксклюзивная история Алексея Дружинина, Романа Ваялкина и Любови Камыриной. Помещик Васильев на личном авто. Золотые ноги России в резиновых бахилах давят на педаль. 30 километров в час. Быстрее нельзя, завязнешь. Раньше этот внедорожник отечественного производства служил Советскому Союзу. Теперь портит воздух в зачарованном Костромском лесу. Возит редких гостей. Здравствуйте. С приездом. С приездом. С приходом вас. На мою родную землю. Здравствуйте. Это не просто красивое место, а это ещё место, куда нет дороги. Очень трудно добраться-то сюда. Очень многие хотели бы здесь как-то и купить, или построить дом, и всё. Но очень сложно сюда добираться. И было у меня такое, было несколько раз уже, когда говорил я с начальством в своё время, и которые говорили, ну, Владимирич, ну, давайте, давайте мы сделаем дорогу туда. И вам всё-таки, как же вы ездите? Невозможно. Только нет. Умоляю, чтобы не было дороги. В Щелоково я попала в 59-м году. Это было уже после окончания школы. Ну, ещё-то они были женаты, но, так сказать, так у нас уже был роман. И потом, в общем, я так вот заболела как-то этим местом, что уже в 61-м году я привезла сюда Володю. Это мы уже как раз первый год были женаты, и я ему сказала, мы отъедем сюда. И, в общем, он тоже влюбился в это место, и поэтому дальше уже мы всю жизнь были здесь. Слово из пяти букв. На «Р» начинается, на «А» кончается. Рыжевка, Мономур. Прелестный уголок. Владимир Викторович и Екатерина Сергеевна живут здесь старосветскими помещиками два месяца в году. Душа в душу. Встречаются за обеденным столом. Даже телевизор, который я смотрю вечером, и который никто не смотрит. Катя вообще его не смотрит никогда. У него свои кроссворды, книги. А я либо я читаю, либо я телевизор смотрю, либо я рисую, либо я просто гуляю, потому что для меня очень важно остаться, вот как вы говорите, вообще наедине со всем, чтобы вообще никого не было. Такое утро бросится на холст. В Москве танцовщика будет сигналы точного времени. Здесь комариный звон и жажда творчества. Так пару лет назад в звезде балета проснулся живописец. Живописная рыжевка открывает новые таланты. Тяп-ляп, крупными мазками рождается милое сердцу пастораль. Вот как-то у меня нарисовать не получается. То есть он пытался рисовать. Вот есть одна картина, где он мне рисовал. Мне она очень нравится. Вот так где-то на природе в длинном платье стою. Но лицо не получилось. Вот по фигуре это я, по оприку. Мне нравится, а лицо не получается. У меня как-то это все, в общем, нехорошо очень получается. Потому что я даже забываю постоянно дату нашей свадьбы. И абсолютно не помню, когда же все-таки это случилось. Первый раз, когда я влюбился, не знаю. Она была легкая, понимаете, она была легкая, она была удобная. Она была лучшей уже партнершей еще с последнего класса школы. Когда у нас был государственный экзамен, и у меня были две девочки. Одна была очень большая, самая большая в нашем классе. И другая, самая маленькая, вот Максим. Ладная. И мы с ней делали чудеса тогда. И такие поддержки, которые потом даже никогда уже не делали. И это осталось на всю жизнь. Мне было очень легко с ней. Но в работе, в репутационном зале, это, конечно, было иногда чудовищно трудно. Я где-то так вот терплю, терплю, терплю. Ну, если уже вот меня, так сказать, достать, то тут я, так сказать, могу быть очень резкой. И, в общем, есть какие-то обиды, которые я, ну, вот не могу простить. Были разные моменты. Потом был и какой-то разрыв, и была горечь, и боли, и так далее. А потом опять все-таки сошлись. Но вся жизнь, вся жизнь, она не течет так ровно, знаете. Река-то и то он, то вздувается от дождей, то расходится из берегов, то она поднимается, то она волнуется, то течение несет. И несет по поверхности столько разного, ненужного хлама. Этот разбитый хлам с мотором лучше никелированного импорта. Помещик Васильев на внешний вид не тратится. Вкладывает деньги в надежную начинку. Да потопную моторку марки «Прогресс» не потопить. Екатерина Сергеевна и Владимир Викторович в одной лодке уже 55 лет. Не поверите, ни одной трещины. Увлечения, увлечения много же бывают. Я не верю, когда говорят, вот он ее полюбил, и вот они прожили до самого конца, и умерли в один день. И вот они были все время, что это чепуха, не бывает такого, не может быть. Влюбленным может быть тысячу раз. Очень много раз. И увлечений, увлечений было много у меня, господи, о чем я говорю. Это нормально, как раз. Наверное, вот что-то, так сказать, так вот проверялось. Он, так сказать, пользовался успехом женщин. В Рыжевке ценная ячейка общества в полной безопасности. На ближайшие 20 километров ни одной случайной женщины. Все свои, проверенные, заслуженные и народные. Как-то в поза-поза в прошлом веке Сусанин выгуливал в этой чаще поляков. Как-то в прошлом веке Васильев и Максимовы пошли в эту чащу по грибы. К людям вышли за полночь исключительно по запаху. Пахло соленым огурцом, печеной картошкой и перцовкой. Артистка Московского художественного театра Ия Савина как раз затеяла ужин. С тех пор МХАТ и Большой дружат домами. За Катюню. Потому что она чудо природы. Таких не бывает, кроме меня, естественно. Третий тост за любовь. Решили пропустить. Екатерина Сергеевна и Владимир Викторович с утра дуются друг на друга. Какая уж тут любовь, если сегодня он опять куда-то спрятал ее сигареты. С тех пор, как он завязал, их отношения отравлены никотином. Пока он курил, он не боролся. А теперь это каждый день по 10 раз на дню. Опять ты сигареты, опять ты куришь, когда ты бросишь. Так что тут борется. Здесь не кури, здесь сигарета лежит. Она постоянно курит. Она не вынимает сигареты, вынимает, а потом опять закуривает. И меня раздражает, например, то, что она курит в постели. Вот это меня раздражает. Потому что когда мы курили вместе, вот это было табу, и даже никто не обсуждал. В спальне не курить. Вот и все. И мы как-то само собой разумел. А вот сейчас уже, когда я поздно очень в кабинете, или читаю, или работаю, и все. И для нее как раз блаженство, когда я куда-нибудь уезжаю. Она говорит, вот здесь я тогда, наконец-то. Никто надо мной не стоит, никто надо мной там сверху не давит. Ну вот. Две пачки сигарет в день. Пять килограммов картошки в неделю. Ящик водки в месяц. Для себя и для подруги Савиной. Ну и по мелочи. Петрушка, лучок, маслята. Разнообразное меню отдыхающих в Рыжевке. На девять с половиной недель хватает. Девять с половиной недель тишины. Так Екатерина Максимова и Владимир Васильев называют свой отпуск в Костромской глухомане. Отпуск по схеме все включено. До пляжа сто шагов и пятизвездочный вид из окна. Какая прелесть. Володь, вылезай, холодно. Давай. Одно только могу сказать точно для тех, кто хочет построить себе дом в Костромской области или любой другой, отстоящий уже от Москвы на энном количестве километров. Это дело прежде всего заключается в том, чтобы в этом доме обязательно кто-то жил или кто-то рядом жил, чтобы смотрел. Нас два раза воробовали. Поэтому пришлось, в общем, сейчас вот слава богу, что вот нашли этих член, которые здесь, в общем, круглый год меняются и живут. Даже так оставить невозможно, к сожалению. Прям воробовали подчистую? Один раз вот подчистую совсем. Просто вот ничего не было, даже ни одного этого плафона, лампочки не было. Всё, вывезли. Ничего, это приятно. Это нормальное состояние щелухов. Здесь бывает постоянно. Если сильная гроза, не отключают свет. Ну, что ж, дело, значит, хотели поужинать на воздухе, ну, значит, будем дома. Ничего страшного. Разное время, ну, спасибо. Все втрою. Нет, мы втрою. Всё? Сдем по половинчику. А видео, ну, по целому. А вы счастливый человек? Не знаю. Я счастлив, потому что вот я и сейчас ещё. У меня не болит ничего сейчас. Вот. Мне всё кажется, что я ещё ребёнок, понимаете? Мне всё кажется, что ещё такая длина жизни. Вообще, кому это? Господи, не знаю, кому. Наверное, когда что-то будет плохо, задумаюсь об этом. И Катя, наверное, тоже будет думать. Нет, не думаю. Ну, наверняка всё-таки хотелось бы, чтобы какие-то люди, которым это необходимо, владели тем, что создано тобой, приобретено тобой. И шли только, ну, конечно, о том, что у нас не было детей, но не получилось. Мы очень хотели просто. Ну, несколько раз были попытки, но не вышло. Правда, иногда сейчас я так, когда смотрю, на некоторых детей, я думаю, слава богу. На некоторых, скорее даже, на некоторых родителей, которые... Ну, что делать? Вот я всё время мечтаю, целый год мечтаю сюда попасть. Так это прекрасно, что эта мечта осуществляется всё время. Ну, пока, тфу-тфу-тфу-тфу, чтобы не сглазить. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»